Всем привет вы на канале планета земля и сегодня мы поговорим о волке что мы знаем о нем издавна люди только и знали о волке что он серый злой и повсюду плохой отрицательный образ которого складывался на протяжении веков человек чаще защищал хозяйство полезных или красивых животных в отношении же его конкурентов всегда преобладала нетерпимость и только иногда в сказках и далеко не во всех он приходил на помощь но это скорее исключение а если спать не будешь утащит еще и за бачок ну кому это надо сказки сказками а мы сегодня поговорим о самых настоящих волках где живут и едят и настолько ли они вредные животные как об этом говорят поехали волк вид хищных млекопитающих из семейства псовых или волчьих семейство это не очень большое 14 родов и около 40 видов псовых к нему относятся все лисы песцы шакалы койоты енотовидные собаки и обыкновенные а вот в роду волка видов не так уж и много среди млекопитающих род волков один из самых малочисленных он включает всего шесть видов волк койот обыкновенный шакал эфиопский шакал полосатый шакал и чепрачный зато подвидов только у серого волка около 30 и учитывая количество подвидов волка их размеры достаточно разнообразным ареал распространения волка очень широкий это россия беларусь и украина живет он и в западной европе в азии в корее некоторых регионах китая и индии кавказ казахстан киргизия афганистан ирак иран в северной америке от аляски до мексики на территории южной америке эти хищники чаще встречаются в бразилии парагвай и боливии распространение волка по природным зонам довольно широкая они могут обитать в тундре лесотундры в лесах степи лесостепи полупустынях и даже в горах волк самый большой по размерам представитель семейства псовых за исключением конечно особо крупных пород собак и в зависимости от ареала волк очень изменчив в размерах самые мелкие волки с длиной тела около 1 метра длиной хвоста до 40 сантиметров и весом до 15 килограммов живут в аравии и египте самые большие волки с длиной тела более полутора метров и весом более 40 килограммов а иногда и до 90 населяют север канады и аляску и самец как правило на 20 процентов крупнее волчицы а как он выглядит мы сейчас посмотрим волки имеют широколобую голову с относительно широкой и достаточно вытянутой массивной мордой и в этой голове в отличие от сказок где он глуповат присутствуют мозги и горшочек варят волку свойственны определенные способности к наблюдательности оценки той или иной возникающей ситуации и принятию необходимых решений бежать затаиваться отвлекать или нападать при этом ему свойственно и хорошая память он надолго запоминает места удачной охоты или места где что-то грозило бедой в отношении памяти волк возможно даже превосходит легавую собаку которая в нередких случаях даже через год уверенно направляется в то место где ее взволновала ранее найденная дичь ну а морда волка отличается повышенной выразительностью что позволяет различать более десятка выражения в мимике хищника благодаря сокращению лицевых мускулов изменению конфигурации окрашенных частей морды движению ушей носа губ языка глаз и пасти обнажил зубы приоткрыл рот выдвинул вперед углы пасти и уши угрожаю бойся меня закрыл пасть прищурил глазки и ушки прижал сам боюсь а если хочу поиграться морда приобретает особое игривое выражение при котором губы растянуты горизонтально пасть слегка приоткрыта а уши отведены назад при этом животное совершает быстрые неглубокие дыхательные движения сопровождающийся характерным звуком все как у наших песелей другое важное средство выражения состояния у волка его хвост спокойном состоянии он свободно опущен вниз угрожающий волк держит хвост напряженно поднятым вверх на длине спины вплоть до вертикального положения при этом за счет вздыбливания волос увеличивается его размер если волк боится то низко опускает хвост часто поджимая его между ног в движении хвоста важна быстрота и амплитуда свободное помахивание хвостом наблюдается взаимодействиях дружелюбного характера во время ритуала приветствия помахивание хвостом осуществляется интенсивно в этом случае виляние может охватывать всю заднюю часть корпуса а волки помладше приветствуя своих старших могут вилять задней частью с поджатым хвостом но махать хвостом мало надо еще поговорить а иногда и спеть вокализация млекопитающих у ученых делится на контактную и дистантную всего выделяется 10 типов акустических сигналов 9 из которых есть у волка первый тип рычание оно издается волком при агрессии фырканье издает настороженный зверь часто матерые фыркают в присутствии волчат предупреждая их об опасности третий тип скуление и это первый появляющийся у щенков акустический сигнал по своей мотивации скуление ответ на голод и недостаток тепла позднее животные скулят при социальной изоляции у взрослых скуление слышно во взаимодействиях дружелюбного характера далее выделяют виск визжит слабое животное при нападении на него и от боли а виск блокирует агрессию в акустическом репертуаре волков есть еще и писк и чихание дистанционная сигнализация содержит два основных типа звуков лай и вой значение лая считается предупреждением чужаку или как сигнал тревоги особый трепет и панику у человека вызывает волчий вой вой волка служит системой навигации пением и пожарной сигнализации на самом деле цель в волчьего воя не сильно отличается от причин по которым люди открывают рты и издают звуки в общем основные причины по которым волки воют это назначение места встречи для стая сигнал чтобы сообщить стая местонахождение волка или предупреждение о том что чужие волки должны оставаться вне территории стаи в это самый разнообразный тип вокальных сигналов и вместе с тем самый характерный для рода всех псовых пол и возраст по вою хорошо различаются на слух матерый волк воет басисто и длинно в однократном варианте до 25 секунд голос волчицы выше и короче ее вой более сложен дик и заунывен иногда создается впечатление будто воют два волка не сформировавшиеся окончательно голоса переярков молодых волков отличаются не столько силой и длиной звука сколько однотонностью меньшей выразительностью и диапазоном нередко они воют тенором иногда заканчивая волковой подскуливанием повизгиванием и лаем а вой волчат летом это всплеск какофонии звуков а иногда волки воют хором и это связано с исчезновением сотоварища и возможно зовут его через расстояние показывая что вот мы здесь мы рядом а как у волка дела обстоят с лапами ведь говорят что волка ноги кормят ноги у него стройные высокие на передних лапах 5 пальцев на задних по 4 наиболее характерно для волка размашистая рысь которая отличается от собачьего более спокойного темпа и очень сильными движениями длинные пясти и пальцы усиливают толчок и дают возможность зверю преодолевать небольшие препятствия не меняя темпа движения часто волк передвигается также особым неторопливым галопом далеко выбрасывая вперед передние лапы преследуемый или преследующий добычу волк развивает скорость до 50 километров в час а при рывках на коротких дистанциях она может достигать и до 65 при движении волк очень расчетливо пользуется особенностями местности разного рода естественными укрытиями не меняя темпа движения зверь даже на открытых местах используют малейшую возможность укрыться небольшие понижения куртины высокотравия там где волка постоянно преследуют он хорошо знает возможности охотников и уходя от погони умело выбирает пути движения темп и дистанцию бегства при перемещении он делает упор не на всю лапу а только на пальцы именно поэтому такие пальцеходящие хищники прекрасно сохраняют баланс тела в любых условиях всей лапой животное встает на землю только тогда когда ложится или опускается вниз на лапах имеются жесткая щетинистая шерсть и притупленные когти благодаря чему сохраняет равновесие даже на очень скользкой поверхности когда волки преодолевают расстояние они идут в одном строю стараясь ступать след в след и иногда даже опытные охотники и зоологи не могут определить сколько же волков прошло по этой тропинке 5 или 15 и таким строем волки способны пройти до 100 километров за одну ночь бегать это хорошо и бегать многие умеют но волка кормят не только ноги но и зубы ведь серый волк зубами щелк в пасти у волка 42 зуба 20 зубов расположены в верхней челюсти и 22 в нижней клыки предназначены для захвата и удержания добычи а остальные зубы для разрывания на кусочки и перемалывания костей зубы волка способны выдерживать нагрузку более 10 мегапаскалей и являются как его главным оружием так и средством защиты зубы играют важную роль в жизни волка и их потеря может обернуться для хищника гибелью а боняния слух и зрение у волка тоже на высоте а окрас волка варьируется от ареала в арктике встречаются почти белые особи другие окраски варианта белого с серым бурым и иногда практически полностью черный а еще не бывают ярко-рыжего цвета и если черных волков в америке пруд пруди то рыжий волк самый редкий представитель семейства волчьих хотя совсем недавно населял большую часть востока сша и не стоит их путать с красным азиатским волком у красного волка густая длинная рыжевато-красная шерсть и именно он упоминается в рассказах киплинга о человеческом детеныши маугли волки территориальные животные размер семейной территории сильно зависит от ландшафта в открытых ландшафтах тундры степи или полупустыни они занимают до 1300 квадратных километрах в лесной зоне намного меньше около 250 границы своей охотничьей территории волки обозначают запаховыми визуальными и звуковыми метками насчет запаховых понятно их любой зверь видит и чует ну а для того кто не разнюхал волки оставляют царапины и подскребы на тропах повальных деревьях отдельно стоящих пнях а своих соседей оповещают о своих правах воем и для чего же им такая большая территория правильно чтобы на ней охотиться волк питается разнообразными животными и некоторыми растительными кормами основа волчьего рациона дикие копытные и на беду пастухам домашние животные в зависимости от степени их доступности этот хищник предпочитает охотиться на крупных зверей но для полярного волка в летнее время большое значение имеют лемминги яйца и птенцы размножающихся в тундре многочисленных птиц подрастающие волчата старательно ловят и охотно поедают различных насекомых особенно жуков несмотря на мифы и сказки что волк постоянно один ходит по лесу и ищут добычу это не так волк большую часть времени мало активен только при поиске добычи он проходит большие расстояния в среднем хищники перемещаются в день на 15-20 километров на что уходит пару часов остальное время волки дремлют и уж точно ходит он не один есть конечно и одиночки этих волков называют не территориальными у них нет своего участка обычно это старые или больные звери а может быть и неужившиеся почему-либо в стае они бродят по участкам занятыми стаями последних преследуют и нагоняют если такие волки находят незанятые семьями участка то занимают их эти волки часто не в состоянии добывать крупных диких животных и промышляют домашними и держатся около деревень зимой жизнь одиночных волков гораздо труднее чем семейных возможно страх многих людей вызываем и волками обусловленных нахальством на глазах у человека они могут зарезать овцу выхватить собачонку из-под крыльца или саней иной раз чуть ли не из рук человека наглое поведение волков бывает вызвано с одной стороны голодом с другой хорошим знанием возможностей человека они безошибочно знают когда надо опасаться людей а когда их можно и не бояться если у человека в руках ружье они не станут маячить у него на глазах а тем более преследовать после выстрелов и в основном волки социальные животные весной и летом они живут попарно осенью целой семьей зимой же волки собираются в стаи величина которых зависит от условий той местности где они живут обычно волки живут семейными стаями от 2 до 15 особей обычно до 8 но иногда могут достигать и 20 и даже 30 животных стая представляет собой семейную группу состоящие из разновозрастных животных родителей взрослых волков перьярков и прибылых волчьи семьи могут быть и без перьярков если все они приняли решение уйти весной и летом когда матерые воспитывают щенков перьярки живут на территории родителей поодиночке а осенью если нашли подругу или по другим своим причинам снова соединяются с ними и их новым потомством перьярок решивший навсегда остаться в своей стае и стать верным и надежным помощником вожака такое часто бывает остается перьярком до трех лет а после его уже неправильно будет называть этим именем гораздо лучше просто взрослый волк прибылыми называют волчат самых младших членов семьи которые еще не достигли годовалого возраста иногда их называют годовиками сигалетками потомство сего года но смысл от этого не меняется обычно прибылых в стаи от 3 до 6 все они находятся под защитой остальных членов но также беспрекословно соблюдают законы стаи и подчиняются вожаку кто-то скажет автор а где альфы беты гаммы давайте немного поговорим и об этом концепция альфа волка прочно укоренилась благодаря книге в волк экологии поведения вымирающих видов написанных в 1968 году американским биологом дэвидом митчем и со временем она оказалась ошибочной помимо этого он опубликовал около трехсот восьмидесяти научных работ и 100 популярных статей о волках и других диких животных далее дословно слова ученого хотя большая часть информации в книге по-прежнему точна многое устарело за последние 40 лет мы узнали о волках больше чем за всю предыдущую историю одним из устаревших фрагментов информации является концепция альфа волка альфа подразумевает конкуренцию с другими и становление лучшим псом выиграв соревнования или битву однако большинство волков возглавляющих стаи достигли своего положения просто спариваясь и производя щенков которые затем становились их стаи другими словами они просто родители а остальные волки в семье это в основном их дети и да в начале своих исследований дэвид наблюдал за волками в неволе причем из разных семей что конечно же сказалось на результатах интересно что автор со временем сделал такие поразительные выводы не остановившись на достигнутом а мы делаем выводы волки это не какие-нибудь начальные буквы греческого алфавита а настоящая крепкая и заботящийся друг о друге семья а как она зарождается гон у волков проходит в январе феврале пара формируется надолго иногда на всю жизнь если на самку претендуют несколько самцов то между ними происходит свирепые драки волчица выбирает сильнейшего случается и так что на одного самца приходится пара самок тогда между ними возможно еще более бескомпромиссные схватки уже за месяц до щенения а беременность волчиц продолжается чуть больше двух месяцев матерые держатся вблизи будущего логова отдельно от других членов стаи мест пригодных для выведения потомства не так уж и много и волчица обычно хорошо их знает самое предпочтительное для нее то логово где она уже выводила волчат выводила спокойно то есть люди ее не нашли и не забрали выводок если такого нет она чистит и расширяет заброшенную лисью либо борсучую нору или сама роет небольшую нору яму под корнем вывораченного дерева в склоне оврага или под камнем в конце апреля начале мая волчица приносит от трех до десяти в среднем 56 волчат слепых и беспомощных в первые дни она не уходит от них ухаживает за ними тщательно вылизывает массирует языком животики они только спят сосуд молоко и быстро растут на 12-13 день у них открываются глаза они становятся подвижнее начинают вылезать из норы волк отец очень привязан к семье и в это время обеспечивает пищей не только себя но и волчицу в лесах и полях весной добычи много усиленно размножаются разные мелкие млекопитающие птицы много лягушек и ящериц вывели зайчата другая лесная полевая живность на крупную добычу волк в эту пору не охотиться не одолеть ему одному большого сильного зверя да и зачем рисковать если вполне хватает мелких животных примерно с месячного возраста исключительное значение для роста и развития волчат имеет полупереваренная пища приносимая добытчиком многие знают что волки едят очень много мяса за раз экспериментальные наблюдения помогли уточнить как питаются волки волк способен проглотить сразу более 7 килограммов мяса но это все не для себя придя в логово он отрыгивает излишек приблизительно две трети от съеденного и все равномерно наедаются с месячного возраста волчата способны при малейшей опасности быстро разбегаться и затаиваться неподалеку от логова примерно с этого времени родители начинают приносить щенкам и полузадушенную дичь и грызунов которую волчата вскоре приучаются умершлять с трехмесячного возраста волчата постепенно теряют молочные зубы и пытаются активно ловить сначала насекомых а затем уже и мелких животных в первый период воспитания новорожденного потомства переярки держатся вдали от логова с которого как волк так и волчица гонят их чтобы они при случае не поедали то что приносится волчатам и тем не менее выращивание нового поколения переярки играют немалую роль предоставленные самим себе они много бродяжничают по окрестностям и где только можно нападают на диких животных или на скот более того охотясь обычно совместно переярки режут их успешнее чем родители установлено что их добычей пользуются и матерые звери в результате переярки как бы заготавливают мясо семье чем и оказывают своего рода помощь родителям в воспитании прибылых волчат при обилии кормов выводок волков может держаться на логове до октября в обычных условиях в августе особенно в сентябре волчья семья все чаще начинает отлучаться из обжитого леса в начале эти отлучки связаны с походом волчат часто не всех сразу под руководством родителей к найденной добычи и если она находится сравнительно далеко от логова и в удобном месте то выводок на некоторое время задерживается здесь наряду с такими походами матерые постепенно приучают волчат и к совместной охоте с этого момента выводок все реже и реже возвращается в логово случается и так что родители оставляют щенков на дневку там где их застало утро и вот она настоящая охота члены стаи приветствуют друг друга воем который будет сигналом для других семей чтобы они не пересекали границы территории стая бежит через середину своей территории прочесывая лес пока не обнаружат жертву если они обнаружат стадо копытных то они могут долго преследовать его пока не появится удобный момент для нападения активное преследование волкам не свойственно они могут явно преследовать свою жертву только несколько сотен метров подряд волк во время преследования животного может дать ему убежать далеко вперед свежий след жертвы они чуют безошибочно когда жертва снижает скорость волки опять начинают преследование волки гонят своих жертв против ветра чтобы они не смогли их почуять при охоте волков было замечено что у каждого хищника есть своя роль несколько волков преследуют добычу а другие впереди перерезают ей путь и при долгом преследовании часть волков трусить недалеко от своих уставших сородичей чтобы их сменить но на практике волки просто полагаются на свою удачу а организованная охота происходит не часто бывают случаи объединения двух волчьих семей при охоте на лося не от хорошей жизни хищники кооперируются с соседями семья тесно связанная родственными отношениями предпочитает вести обособленный образ жизни отношения с соседями дружественностью не отличаются однако нужда заставляет и звери объединяются но и тогда многочисленная стая не всегда может одолеть лося американские ученые несколько лет почти ежедневно наблюдали самолета за совместной жизнью волков и лосей на одном из больших островов великих озер лоси были для волков единственной пищей зимой в среднем из 20 волчьих охот на лосей только одна была успешной преследуя лоси волки как бы пробуют его на крепость а убедившись что он здоров силен и без упорной борьбы не намеренно давать жизнь оставляет его и еще другого послабее очень непросто им убить такого зверя нападение серых хищников на лосей не только далеко не всегда успешны но и опасны для нападающих обороняясь лось с такой силой наносит удары копытами что может запросто убить волка поэтому хищники действуют избирательно и их жертвами становятся прежде всего больные подраненные охотниками ослабевшие от болезни паразитов голода а также молодые или старые животные нападают они на кабанов но эта охота у них тоже не в приоритете отсекача можно тоже здорово получить изредка голодные волки нападают на спящих в берлоге медведей были случаи когда стая волков нападала и съедала молодого мишку иногда возникают благоприятные для волчьих охот погодные условия это глубокий снег с настом гололедица крайне затрудняющие передвижение копытных тогда хищники могут задавить их больше чем требуется для насыщения целиком табунок косуль или горных козлов других животных срабатывают азарт охоты и инстинкт хищника заготовить пищи впрок на будущее возможно трудное время в таких случаях избирательности не может быть хищники давят жертвы подряд большую часть этой добычи растащат мелкие хищники птицы другие падальщики но кое-что и останется волкам зимой в жизни семьи волков особенно много значит способность разыскивать падаль в частности голодные звери всегда пристально следят за полетом воронов ворон сорок и по их криком догадываются где они обнаружили тушу не зря же волки считаются санитарами леса всем известно что медведи любят лакомиться ягодами но мало кто знает что и волки охочи дочерники брусники и рябины в период активного роста щенков можно часто увидеть как волки пасутся буквально как коровки на окраине болот и нет сомнений в том что они ели ягоды не от голода а потому что они им нравились любят они землянику встретив кусты малины щенки поднимаются на задние лапы и объедают кусты в их рацион входит и первая трава едят волки и злаковые в степях они часто делают набеги на бахче арбузов и дынь удовлетворяя не столько голод сколько жажду поскольку нуждается в регулярном обильном водопое несмотря на то что волки внимательно заботятся о своем потомстве до 60 80 процентов щенков погибают в первый же год жизни средняя продолжительность жизни волков до 15 лет в неволе при хорошем уходе они доживают и до 20 когда-то серый волк был наиболее распространенным хищным млекопитающим в мире живущим в северных широтах однако сейчас это не так волки как правило сталкиваются с трудностями адаптации к человеку и изменениям которые совершает человек и поэтому их часто называют видами индикаторами волки похоже не смогут также легко адаптироваться к расширению цивилизации как это например сделали койоты или еноты несмотря на то что серые волки не находятся под угрозой исчезновения в некоторых местах популяция волков по-прежнему находится под угрозой ущерб наносимый волками животноводству был одной из основных причин для охоты на волков и это может представлять серьезную проблему для сохранения популяции волка стройный сильный и выносливый зверь способный добывать крупных копытных при случае не оставлял без внимания домашних животных дурная слава серого разбойника оттянулась за волком столетиями человек объявил ему беспощадную войну и этот красивый зверь исчез во многих странах европейского континента между тем новейшие исследования экологии поведения волка показали целесообразность его присутствие в экосистемах и выявили механизмы благотворного влияния этого хищника на популяции копытных положение усугубляется тем что экологическую нишу волка нередко занимают одичавшие собаки их стаи имеют сложную совершенную социальную структуру которая обеспечивает повышение их жизнеспособности появляются также волка собачьи гибриды вред причиняемый дикими домашним животным такими собаками и гибридами намного перекрывает возможный урон наносимый обычным волком при добыче копытных для пропитания к такому выводу пришел ясон константинович бодридзе грузинский ученый этолог этология это наука поведение животных доктор биологических наук он многие годы своей жизни изучал поведение волков ради науки любви к ним он сам прожил волчьей стаи два года почти без перерыва изучая их поведение исчезновение волка на планете да и не только его влечет за собой глобальные изменения в дикой природе и люди которые занимаются этими вопросами знают об этом в 1995 году 14 волков были выпущены на волю во всемирно известном елустонском национальном парке в сша с целью приостановить бесконтрольное размножение оленей в аппите которые уже нанесли сильнейший урон местной флоре объедая деревья и кусты причем в 1926 году как раз целью сохранения этих благородных оленей здесь была полностью уничтожена популяция волков обратная акция привела к кардинальному изменению всей экосистемы парка который буквально возродился с коррекцией численности олени начала возрождаться растительность и за 6 лет количество деревьев в районе каньонов и ущелий увеличилась в пять раз что привело к возвращению в парк бобров и андатор волки уменьшили популяцию шакалов что привело к увеличению количества зайцев и мышей а те в свою сторону привлекли в парк ястребов хорьков и лис снова пришли медведи гризли которых привлек рост числа кустов ирги черники черемухи и других ягод которыми они питаются перед спячкой поменялись даже русла рек чьи берега укрепили от эрозии разросшиеся деревья и кусты деятельность человека который в погоне за благами природы забыл о том что он сам является неотъемлемой ее частью может иметь тяжелейшие последствия для животного мира чтобы защитить природу люди должны ее знать и понимать и это должно стать частью воспитания каждого человека многие до сих пор думают что нужно убивать хищников им нет места в современной жизни и это постоянный конфликт мировоззрений уважение к природе вот чему нужно учиться человечеству несмотря на время чтобы это время не остановилась для него самого по причине того что от природы мы берем больше чем имеем на то право ведь все должно быть гармонично смотрим слушаем записываем подписываемся не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями это очень помогает продвижению с вами канал планета земля заставлять под видео со всем этим видео и ставьте лайки 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 и став